МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создатель и художественный руководитель, музыкальная гостиная и, как всему прочему, еще и наша коллега-телеведущая Татьяна Старченко. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Говорить мы сегодня будем о музыке и не только. И мы уверены, что узнаем все и даже чуть-чуть больше. Все расскажу. Татьяна, хотелось бы начать нашу беседу с такого момента. Гомель, слава богу, вы не обделяете вниманием, но это лето выдалось, ну, скажем так, премьерным. Сразу три премьеры от музыкальной гостины Татьяны Старченко. Давайте расскажем, что же ожидает гомельских меломанов. Да, конечно, я расскажу, но главное хочу сказать, я не просто не обделяю внимание Гомель, я его очень люблю. И когда я приезжаю в город вот этот, мне кажется, что это действительно мой почти что родной город. И я должна была об этом, конечно, сегодня же сказать. И поэтому, вот по примеру концерта в Минске, в Верхнем городе летних музыкальных вечеров, я поняла, что вот такие теплые, особенные музыкальные вечера очень хочется проводить в моем любимом Гомеле и, наверное, в самом прекрасном концертном зале Гомеля, дворце Румянцевых Паскевичей. И поэтому, если я не ошибаюсь, первый концерт у нас уже был в мае, вот среди этих летних концертов. Первый концерт в мае – это я привезла нашу звезду Наталью Гайда. Второй концерт – это тоже концерт вокальный. Будет петь романсы звезда оперного театра Натальи Акинина и восходящая звезда, блистательный тенор Александр Михнюк. И в июле мы приезжаем вместе, ну, на мой взгляд, с лучшим флитистом не только Белоруссии, но и Европой Евгением Редановым. А в августе, вот я не знаю, август у нас всегда концерт называется на исходе лета. Его можно считать уже так на стыке осени и лета. И поэтому это получается, да, четвертый концерт. Так что это, как всегда, я играю на рояле Шопена. – Татьяна, но мы вас уже не первый раз пытались пригласить на эфир, и все как-то не получалось. – В течение, по-моему, лет трех у нас совершались попытки. – Да, мы активно все работаем, я думаю, от этого. – Скажите, может быть, есть какие-то еще приметы, на которые вы обращаете внимание, что до концерта нельзя давать интервью? – Вы знаете, это даже не примета, это просто объективная реальность. Если у тебя серьезный концерт, вот все вы понимаете, например, сольный концерт пианиста, он играет два часа без нот, он должен сосредоточиться и позволить себе роскошь разговаривать вообще перед концертом. Это значит поставить под удар свое выступление, потому что… – А почему? Тратится энергия? – Конечно, конечно. – Ты же вот сейчас все отдашь на сцене, кроме того, что ты должен включить все системы организма, играть наизусть, двигательные. Это тяжелая работа. Ты должен еще отдавать публике вот свою любовь, свои чувства. А перед этим ты вот, как я пришла сейчас к вам, вот мне так радостно с вами и хорошо, я вам все отдала, а с чем я буду выходить на сцену? А есть объективные вещи, например, певец, который вечером поет, ему не нужно говорить «садятся связки», он должен поберечь свои связки. И, например, вот я выступаю с многими певцами, и когда мы ездим на гастроли, серьезные концерты, со своими певцами мы просто в день концерта не разговариваем, а с некоторыми даже и не видимся. Мы видимся… – Послушайте, ну даже в день концерта найдется что-то, то, чем захочется поделиться. Как быть? – Нет, нет, такого не… Вот когда мы работаем, опять-таки, сольный концерт, то есть это один артист на сцене, если он настоящий профессионал, он должен концентрироваться. Наша профессия все-таки одна из самых сложных – исполнительство музыкальное. Другое дело, что вот уже концерт, в котором три исполнителя, четыре, то есть уже степень ответственности, она чуть-чуть распределяется, поэтому там чуть-чуть легче. Вот когда концерт уже из нескольких исполнителей, тогда, наверное, уже можно это сделать. Но, в принципе, я уверена, ни один серьезный исполнитель может себе позволить, наверное, только маленькое интервью перед концертом дирижер. Все-таки у него чуть-чуть другой вид деятельности, и то, я подчеркиваю, маленькое интервью. – Ну, у нас с вами целый вечер, это добрый вечер в Гомеле. Вы знаете, хотелось бы заострить внимание еще на таком моменте. Признаюсь честно, ни я, ни мои коллеги стараемся по возможности не пропускать ваши концерты в Гомеле. Вы знаете, вот что, в частности, я отметил, у вас же не просто концерт. У вас это целое музыкальное путешествие с историей и какими-то множеством сюжетов. Расскажите, вот как... – Ну, есть вот разные жанры все-таки, потому что, если бы все время я повторялась в форме, я все-таки часто очень и у вас выступаю, и вообще даю очень много концертов, мне нужно все время думать о том, чтобы вот не... Ну, не то, что не наскучить, но не быть однообразной. Не быть однообразной мне все-таки помогает то, что, ну, как никто, я работаю в огромном количестве жанров. И, опять-таки, если я играю сольный концерт Шопена, я ничего не говорю, потому что это уже совсем другой концерт. – Если бывают концерты с певцами, это другой вид концерта, с инструменталистами – третий. Если, вот я мечтаю до сих пор, пока это не выходит, привезти в Гомель – это сложно, потому что это много музыкантов. Наш легендарный концерт «Музыканты шутят», который идет в Белоруссии подряд. И это единственный случай в мире. 16 лет концерт «Музыканты шутят» каждый год, 1 апреля, идет в Большом зале филармонии. И всегда аншлаг. И я считаю, это вот нужно заносить, конечно, в рекорд Гиннеса, потому что мы единственные в мире. Это очень сложно шутить на сцене. И я мечтаю привезти этот концерт в Гомель. – Хотелось бы увидеть. – Да, это другой концерт. И поверьте, он, конечно, фееричный, великолепный. И это ведь все классическая музыка и классические музыканты. – Ну, вы знаете, после того, что вы уже проанонсировали и рассказали про этот концерт, вы понимаете, что вы просто обязаны обрадовать гомельских меломанов этим музыкальным событием? – Да, вы знаете, но у нас вот первый шаг все-таки сделан. Мы в этом декабре, прошедшем 2015 года, мы сделали хороший концерт с камерным концертом, с камерным оркестром под руководством прекрасного музыканта, которого я давно знаю, Владимир Милютин. Хорошо мне память не изменила. И я думаю, что те, кто были на этом концерте, те порадовались, потому что вот там уже фрагменты музыкантов «Шутят», мы их показали. И публика была счастлива, потому что это был уже... И все-таки приехал со мной классик джаз-трио, мой джазовый коллектив. В общем, начало положено. Надеюсь, что... – Продолжение следует. – Продолжение следует, да. – Вот ваши концерты, ну, неизменно проходят в стенах «Белой гостиной» во Дворцово-парковом ансамбле. Вот почему никакой-то иной концертный зал? – Вы знаете, вообще не только там, не только. У меня же как бы были концерты, и я хорошо отношусь к этим залам. Я работала концерты и в первой музыкальной школе. Отличный зал. И в музыкальном колледже. Но есть всегда проблема с работой концертов в учебных заведениях. С одной стороны, аура учебного заведения, какого бы оно ни было замечательного... – Она все равно остается. – Она не концертная, конечно. Хотя там есть плюсы, там больше рояли, там больше залы. И я думаю, что некоторые концерты должны проходить там. Но при условии, что я понимаю, что зал, это больше залы, должен быть заполнен. Вот я в этом смысле считаю, что это прекрасная избалованность. Я избалована тем, что у нас все время аншлаги. И я считаю, что вот если говорить, что не важно, сколько людей в зале, не важно. Но это не говорит о том, насколько хорошие музыканты и музыка. Дело в том, что это недоработка бывает менеджерская чисто. Политика, недоработка. Поэтому мы должны предполагать, какая программа в каком зале должна быть. Я бы сказала так. – Ну и, наверное, сама атмосфера «Белая гостиная» ни с чем не сравнима. Это лучший зал камерный в Беларуси, безусловно. Вот это я отвечаю за свои слова. По удивительной ауре, по красоте этого парка, по тому, как относятся служители этого, в общем-то, музея, к музыке, которая приходит к ним извне, с каким благоговением они ходят, пока мы репетируем. Это очень важно. Ведь зал создают не только те, кто на сцене, а, во-первых, те, кто в зрительном зале, и, во-вторых, те, кто помогают вот этот концерт делать. – Те, кто за сценой. – Да. – Ну, мы на телевидении можем все, поэтому я предлагаю, дорогие друзья, буквально на несколько мгновений перенести сейчас во дворец Румянцевых и Паскевичей в Белую гостиную, посмотреть своими глазами небольшой отрывок концерта Татьяны Старченко, после чего снова вернемся в студию Доброго вечера. Доброго вечера Доброго вечера Доброго вечера концерта Татьяны Старченко, которые состоятся в июле и августе, ну, а пока что знаменитая пианистка у нас в гостях, так что продолжим нашу беседу. Татьяна, вы тоже сейчас являетесь хозяйкой музыкальной гостиной. И история эта начинается, если не ошибаюсь, в 1999 году. Вы знаете, я, честно говоря, сама не могу вот так с точностью сказать, в каком году, потому что я поступила на службу в филармонию в 1996 году, приехав из России. Поэтому вот в этом году было 20 лет, как я вообще вот работаю, служу в Белорусской государственной филармонии. Не могу точно сказать про гостиную, потому что вот как бы сама по себе форма работы набирала обороты, были какие-то пробные шаги. А вот уже закреплено, когда документально закреплена гостиная, ну, наверное, больше 10 лет, а я даже точно и не могу сказать, конечно, больше. Но уже это не суть важно, сколько конкретно лет. Потому что, видимо, вот такое вот своеобразное, вот это вот мое дарование, умение, в чем оно заключается, дарование? Вот для тех, кто только что сейчас включил телевизор и думает, что это сидит за дамой, о чем она говорит. Вот кроме того, что я пианистка, да, что такое музыкальная гостиная? С одной стороны, это фантастическое, ни с чем не сравнимое разнообразие жанров, а с другой стороны, это притягивание в свою орбиту лучших музыкантов нашего государства. И этим я горжусь, потому что, как бы мне ни говорили там, какая я замечательная, как я хорошо играю на рояле, как я делаю то-то-то, не могла бы жить столько времени гостиная, если бы рядом со мной не были блистательные первоклассные музыканты, единомышленники и люди, с которыми на сцене ощущаешь вот это вот, знаете, такое родство душевное. С которыми на одной волне. Конечно. Или на одной ноте. В одной тональности. В одной тональности. Это очень важно музыкальное определение, и мы еще это называем, это влюбленная дружба. Мы восхищаемся друг другом, искусством друг друга. Мы радуемся, когда вот кто-то на сцене делает что-то замечательное. И это очень важно. И вот я вот этим горжусь больше всего. Потому что это большая редкость. Наши профессии, исполнители, нас воспитывают такими, знаете, индивидуалистами. И нам очень трудно бывает отвлечься от себя самого на сцене. Мы, в отличие от драматических актеров, которые все-таки в ансамбле всегда привыкли работать, их профессия от этого зависит. Мы, конечно, привыкли играть в ансамбле, но мы все помним, что мы солисты, что мы замечательные солисты. И вот умение быть в этом ансамбле музыкальном – это большое искусство, большая радость. И в этом и состоит вот это долголетие. И еще я очень часто говорю о том, что мне вот эта форма музыкальной гостиной, она уникальна тем, у меня ведь нет штата. Ну, то есть у меня есть, у меня два артиста в штате, но я имею право приглашать кого угодно со всего простора Белоруссии. Соглашаются сразу или все-таки приходится доказывать, уговаривать или приводить какие-то доводы? И никогда не приходилось доказывать. Никогда. Я думаю, это идет от того, что слишком прекрасны идеи. Это вот идея, Татьяна. Как она все-таки родилась, у кого родилась создание музыкальной гостиной? И для чего это было? Ну, это понятно, что она родилась у меня. Я просто думаю, как это нужно было все оформить. Как это нужно было? Потому что я часто об этом говорю. И я сейчас очень к этому отношусь осторожно. Музыкальная гостиная – это не музыкальный салон, в котором попели, поговорили, попили чаю. Это только название. Это высокопрофессиональные музыканты, которые очень профессионально работают. Назвала я так это, как бы, я не знаю, объединение, подразделение музыкальное. Ну, партия по-другому назвать можно было. Ну, так это как-то, ну, не очень красиво и творчески звучит это все. Ну, это объединение музыкантов, объединение коллег, это содружество музыкантов. Но музыкальная гостиная, на самом по себе названии, в нем какая-то есть, конечно, теплота. В нем есть теплота. Да, уют. Хотя, конечно, мы уже ушли от этого названия, ушли от этих форм. И, я бы сказала, даже не ушли. Формы так множатся, их так много, они такие разнообразные. Есть все. Я не работала в нашей филармонии только с оркестром Женовича. Ну, это просто понятно, потому что, ну, оркестр Женовича это совсем другой огромный коллектив. Послушайте, а всякая ли музыка имеет право звучать на сцене музыкальной гостиной? Или все-таки, так же, как и к тем людям, которых приглашаете, вы относитесь очень избирательно? Конечно. То же самое и для того, какие произведения будут Конечно, конечно. Ведь получается так, что все равно мы классические музыканты. Но в рамках классических музыкантов. У меня же в недрах музыкальной гостиной родился классик джаз-трио. Это уже коллектив, который играет классику в джазово-эстрадном стиле. Это немножечко другое. Но, я повторяю, это все равно белорусская государственная филармония. Это высокий филармонический стиль. Вот нельзя эту планку занижать. Должна быть высокая планка. Музыканты шутят. Они могут там танцевать, петь. Вот последние музыканты шутят. Это и Канкан. Все артисты танцевали. Артистки, вернее. Прелестные артистки. Я была в полном восторге. И летку-еньку. Но от этого концерт не стал низкопробным. Значит, у нас все-таки не может быть такого, знаете, не поморщицу никто. Раймонда. Это тоже из концерта музыканта шутят? Это я просто взяла это произведение. Это наш удивительно талантливый белорусский композитор Игорь Поливода. Ныне, к сожалению, покойный. Он для одного из филармонических капустников написал это произведение. Балуюсь. Он, конечно, был фантастический, талантливый человек. И вот он написал его. Он тогда сам и солировал. И потом впервые я это исполнила с камерным оркестром именно в рамках музыкальной гостиной. И на сегодняшний день, как мне кажется, ну, в общем-то, только одна я в Белоруссии играю это произведение. И мы его, кстати, играли в Гомеле в декабре. Вот я предлагаю сейчас также ненадолго прерваться. Посмотреть отрывок из Раймонды. Меня, если честно, это произведение впечатлило. Надеюсь, наших зрителей оно тоже не оставит равнодушным. Давайте потом продолжим наш разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как мы успели заметить, Татьяна, вы часто экспериментируете с музыкой. Эти эксперименты достаточно смелые. Не боитесь ли, нет ли опасений, что зритель вдруг не поймет? Нет, конечно, я не боюсь этого. Я часто экспериментирую, но также часто я играю просто классическую прекрасную музыку. Я бы сказала так, вот эксперимент, если эксперимент как шутка, это прекрасно, потому что, я не устаю это повторять, умение шутить – это критерий таланта. Это совершенно точно. И вот на концерте музыканты шутят, проверяется, насколько талантлив человек. Это быстрые мозги, это быстрое реагирование. И поэтому все вот эти эксперименты, которые бывают не во всех концертах, а вот музыканты шутят, потом легендарный концерт не только танго, где в конце этого концерта замечательный ударник Игорь Авдеев, который вот сейчас был виден, он меня подхватывает, выдергивает из-за рояля, и мы с ним танцуем в самом конце концерта еще и танго. Это тоже эксперимент. Но просто я в этом смысле, конечно, понимаю, как должен заканчиваться концерт. Всегда нужно что-то, чтобы было неожиданное, нечто. И это неожиданное в таких концертах, оно обязательно, конечно. Это изюминка. Конечно, конечно. А не было ли опасения, что те же самые зрители скажут, или коллеги, или те музыканты, с которыми вы работаете, программу скажут, ну это же безвкусно, попсу тянуть на классическую сцену? Нет, конечно, нет. Ну, я думаю, что все-таки мой вкус меня редко подводит. Вот все-таки я уже человек-то опытный и понимаю все. Но каждый раз я, безусловно, сама себе задаю вопрос. Вообще, любой человек и любой музыкант правду себе должен говорить, да? Я ее говорю себе очень часто, и я все время должна сдавать как бы этот экзамен. Но просто я хорошо понимаю, что есть у меня вот эта вот какая-то часть вот из всех дарований, когда я раз и могу что-то придумать. И я понимаю, что это будет работать на сцене. Да, к сожалению, у нас то общество, которое не платит деньги за идеи. Когда я начинаю считать количество вот этих вот идей, я, в общем, как-то радуюсь. Потому что некоторые вещи придумали, я говорю, слушайте, а как вы это придумали? У нас было такое количество вот этих удивительных придумок. И в новогодних сюрпризах, и в музыкантах шутят. Везде. Просто я это могу делать. Вот это абсолютно просто объясняется. Ну вот, чтобы делать такие вещи, нужно вдохновение. Откуда берете вдохновение? Вдохновение, она такая вещь очень тонкая. С одной стороны, ты никогда не должен сидеть его и ждать. Вы, как творческие люди, это сами хорошо знаете. Если вы будете сидеть и ждать вдохновения, можно его вообще не дождаться. Человек должен, безусловно, профессионал все время работать. Хочет он этого? Не хочет. Плохое настроение, хорошее. Случается что-то дома или нет, он должен работать. Вот пианисты – это такой народ, который приучается работать очень рано. И когда мы поступаем в консерваторию или учимся в училище, нам нужно много заниматься. А если у нас нет дома инструмента, мы привыкаем вставать в 5 утра, чтобы в 6 утра сесть за рояль. А вечером, и свои 3 часа поиграть утром. А вечером сесть в 9 вечера за рояль и до 12. Мы так привыкаем к тому, что мы должны работать вне настроения и вне вдохновения, что вдохновение – это приятная вещь, которая появляется, но ты от нее не должен зависеть. Когда ты от него не зависишь, то оно все равно придет, так или иначе. Татьяна, позвольте один вопрос, даже уже как не от ведущего сегодняшнего доброго вечера, а как от человека, по соседству, с которым я, правда, не выяснил, с какой квартиры, тоже регулярно, то ли утром, то ли вечером, доносятся звуки пианино, фортепиано. Расскажите, вам приходилось договариваться с соседями, что, ребят, поймите и простите. Вы знаете, была такая ситуация, когда я была девочкой, играла на фортепиано, вот я вообще жила в коммунальной квартире. Великолепно. Да, очень. Я это, в принципе, я благодарна судьбе и за это, потому что были абсолютно разные люди, абсолютно простые люди. Это отдельный вообще рассказ, который я часто повторяла, как мои соседки в другом конце коридора купили пианино, и вот я его впервые увидела. И как вот я хотела такое же пианино. И вот когда мне мама, которую я попросила, купила это пианино, видимо, соседи, я росла на их глазах, и они, понемножку ведь это начинается, да, понемножку ребенок начал заниматься, все работали, и поэтому как-то постепенно все к этому привыкли, и не было, вот в юности не приходилось. Потом, начиная с 14 лет, я все время уходила к 6 утра в училище заниматься, хотя занималась дома очень много. В консерватории, когда мы учились, тоже это были многочасовые занятия, и единственный раз, когда я с этим столкнулась, вот бывает такое в жизни, это нужно тоже пройти, это было испытание, когда я приехала в Минск, вышла замуж, у меня родился маленький ребенок, и дома стояла пианино, и вы знаете, есть такое устройство-модератор, который уменьшает звук, и мне очень не повезло, соседка снизу была больным человеком, больным человеком, с крайне такой жуткой формой выражения. Поэтому здесь я не могла договориться, она была неадекватный человек, абсолютно. Вот там лет 7 я жила достаточно тяжело. Но как-то люди выходят, а сейчас, когда появились вот эти вот цифровые пианино, когда ты можешь заниматься, вот сейчас у меня, безусловно, один инструмент дома стоит, один есть рояль, который звучный и большой, а вот для работы, конечно, цифровое пианино, потому что это для профессионалов просто как подарок. Продолжая тему экспериментов, насколько мне известно, были у вас эксперименты и с драматической сценой? Я приглашала, вы имеете в виду актеров в драматической сцене? Да, да, совершенно. Конечно, конечно. И я их и люблю, и я долгое время в юности была в твердой уверенности, что из меня получилась отличная драматическая актриса, комедийная, не драматическая, я понимала это. Вот сейчас у меня уверенности этой абсолютно нет, я к себе отношусь реально и спокойно. Вот казалось мне это, но, наверное, от того, что с детства я очень любила театр, меня папа все время водил в театр, знакомил с актерами, и вот эта вот атмосфера мне очень нравилась, я знала хорошо театр. И, кстати, к вопросу, как возникла музыкальная гостиная, и вот с этим вопросом, я думала, как бы это было прекрасно. Объединить. Конечно. И меня мучило всегда, и это до сих пор мучит. На премьере в театре я очень редко увижу музыкантов. На премьере в филармонии я очень редко увижу актеров. Актеров я не вижу. Они занимаются своим творчеством. Ну, иногда могут режиссеры быть. На выставках художников я не вижу ни тех, ни других. И я все время думала, вот как бы начать этот процесс. И да, конечно, я и знакомилась с нашими актерами, и многих из них я очень любила. И был такой проект, который назывался «Звезды Белорусского театра и кино на сцене филармонии». И по своему вкусу я пригласила актеров, которых я знала, с кем-то я просто познакомилась. Я пригласила своего любимого Виктора Манаева. А в этот момент он не смог. Мы с ним до этого много работали. Но пришел покойный Сережа Журавелик, с которым мы дружили, и я его очень любила. Светлана Суховей. Александр Кашперов. Блистательная наша. Наталья Гайда. Гайда вообще меня поразила. Когда она узнала, она говорит, я тоже хочу. Я говорю, Наташа, а кто-то читал прозу, кто-то читал стихи. Я говорю, а что ты хочешь? Она говорит, а ты мне придумай. Что? И я вот горжусь тем, что я придумала. Я говорю, вы знаете, Наталья Викторовна, вы должны читать рассказ «Горького нунча». Я его вам сделаю купюры, и там еще в середине вы сможете петь Тарантеллу. Знаете, все были прекрасны. Но Гайда была лучше всех. Она была просто блистательна. Вот поэтому я люблю театр, и до сих пор я поддерживаю связи. И вот сейчас, как бы, последние годы я работаю с человеком, которого я называю «Голос белорусского радио». Это блистательный и замечательный Олег Винярский, который читает стихи потрясающе. Проза у него просто великолепна. Он мастер, он мастер своего дела. И в музыкальную гостиную я часто его приглашаю с прекрасными программами. И я просто рада, что этот жанр возрождается, потому что это очень трудно возрождать жанры, которые, в общем-то, умерли. Я надеюсь, что у нас еще ничего не умерло. Ну, они возрождаются, значит, они живы. Вы знаете, меня, например, радует, что у нас только середина вечера прошла, и еще такая же середина у нас впереди. Поэтому сейчас, пожалуй, сделаем паузу, и эта пауза будет музыкальной. Ну, а дальше продолжим беседу с нашей гостьей. И напомню, что у нас сегодня пианистка, солистка Белгосфилармонии в гостях Татьяна Старченко. Пианистка Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Музыкальный мир богат и разнообразен, а люди, которые создают эту музыку, наделены особым даром, который доступен далеко не каждому. Друзья, мы приветствуем всех тех, кто присоединился к нашей компании. Сегодня говорим о музыке и не только, а в гостях у нас замечательная, блистательная, великолепная пианистка. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что уже и актриса, солистка Белгосфилармонии и телеведущая Татьяна Старченко. Просто хочется встать и ответить низкий поклон. Аплодисменты в ответ. Спасибо. Вы знаете, хотелось бы от музыки перейти немного уже к таким бытовым моментам, которые мы немножко дотронули. К жизни, конечно. Поговорить о жизни. А ведь вы не белорусская, вы же родом из Костромы. Да. Вот как это получилось? И потом я училась в Нижнем Новгороде. В общем, такой долгий путь в России у меня был. Я в России на гастролях встретилась в свое время с белорусскими, с белорусским музыкантом Михаилом Казиником в России на гастролях. Мы с ним познакомились, и он мне предложил поработать вместе. Мы с ним поработали вместе еще по Советскому Союзу. И дальше он меня пригласил в Минск, потому что белорусские документалисты начали снимать фильм о музыкантах. И героем этого фильма был Михаил Семенович Казиник, Олег Григорьевич Ойстрах, который сейчас ведет прекрасные передачи о живописи по каналу Культура. А я в это время выступала с Михаилом Семеновичем, как пианистка играла соло. И Михаил Семенович позвонил и сказал, Танюша, приедь, вот снимается фильм «Тяжелое время, 91-й год. Развал Советского Союза. И у нас должна быть поездка. Минск, Каунас, Вильнюс, Клайпеда». И у меня были дела. Я была в Москве, как раз в аспирантуру поступала. И мне не хотелось ехать. Он сказал, я тебя умоляю, приедь. Я вышла 16 марта на перрон Белорусского вокзала. В Москве 15 марта был снег, дождь, грязь. Я вышла в Минске, светило солнце. Была такая дивная погода. Я сказала, господи, я хочу здесь жить. И через полчаса я познакомилась со своим будущим мужем, который был сценаристом этого фильма. Хочешь, будешь жить? Да, пожалуйста, да, и очень быстро. Татьяна, а кто же вам привил любовь к музыке? Вы знаете, мне не нужно было прививать эту любовь. Я все-таки коротко эту историю расскажу. Она такая могла быть экранизирована. Не моя история, а вообще модель. Потому что, вот представьте, большая коммунальная квартира. Вот этот длинный коридор. И моей подружке Ларисе купили пианино. Вот я прихожу, и шок полный. Значит, мне 6 лет, потому что пианино тогда делали не из пластмасса. Оно пахнет деревом. У него крутящийся стул. У него запах такой. И вот я стою, а Лариса, она сидит вот на этом стуле. С гордым видом. Да, да, да. И я понимаю, что я на него-то не сяду. И вот я иду медленно-медленно по этому длинному коридору. А у меня комната в конце, значит, коридора. Я иду и думаю, как бы мне так маме-то сказать, чтобы она мне тоже купила пианино. Пианино стоит 550 рублей. Средняя зарплата 125-130. И вот я стою у нашей большой двери. Вот так вот я встала и думаю, как? И вдруг мама открывает дверь и говорит, Танюша, ты что здесь стоишь? Я говорю, мамочка миленькая, купи мне, пожалуйста, пианино. Я на нем так хорошо буду играть. И, видимо, у мамы. У нее, во-первых, конечно, своя неосуществленная мечта была заниматься музыкой всю жизнь. В этот же вечер она в кредит купила пианино. Вот как в сказке. В этот же вечер мне привезли вот это пианино. Послушайте, но на одну коммуналку два пианино, это как-то не слишком много. Ну, там-то длинный очень коридор, да. У меня сосед еще на баяне играл. Так что дети-то вообще, детей учили музыку. В дальнем коридоре еще, помню, братья Креницкие на скрипке играли. Ну, вот, делать ансамбль. Детей вообще всех учили музыке. Это было абсолютно нормально. Дети сами хотели. Поэтому прививать никто не прививал. Просто безумно все время хотелось. Безумное желание играть. Безумно хотелось. Просто, я думаю, генетически. Моя мама родом из Сталинграда. Разрушенный Сталинград послевоенный. Девочка в школе покупает билет на мускомедию. Транспорт ходит плохо. И семь километров моя мама, четвероклассница, идет в театр музыкальной комедии, чтобы вот слушать эту музыкальную оперетту какую-то, да. И я думаю, что вот это все бывает генетически, вот, как-то передается. Так-то оно так. Но, если я не ошибаюсь, то у вас были все шансы стать звездой спорта. Да, конечно. Вы выросли, вы по большому счету, в спортивной семье. В спортивной семье, конечно, в спортивной семье. Как так получилось, что... Ну, вот, знаете, вот это вот удивительно, как там бывает в жизни, в этой непонятно. Вот мама грезила о музыке. Она, и будучи блистательным тренером, мама с папой закончили Московский институт физкультуры. С отличием, блестяще совершенно. И, будучи тренером, все же удивлялись. Это я потом вспомнила, как мама свою команду баскетбольную девочек водила в театр. Вот сейчас тренером это... Сейчас нет таких тренеров просто, да. Она им устраивала музыкальные вечера. Это спортивная секция по баскетболу, да. Просто немножко другой был народ. Немножко другой. Но, безусловно, я занималась спортом. И я вам открою секрет. Я никогда не забуду. Я всегда с наслаждением занималась музыкой. И, как бы, хотела всегда учиться дальше поступать. Но был один момент, о котором я как-то забыла, а мама мне напомнила недавно. В восьмом классе, наверное, да, когда вот уже эти все влюбленности, и все, и когда вот занимаешься спортом, там же мальчики занимаются. И что-то как-то это все смешалось. И какие-то пошли успехи. И в волейбол, и команды, и я маме говорю, я хотела бы, может быть, в институт физкультуры. Мама говорит, какой? Ты же музыкой занимаешься. Шесть лет вам пианино купили. Какая физкультура? Да, вот мысль какая-то, видимо. Это вообще был какой-то... Я об этом забыла. Она говорит, ты что, даже заплакала. Вот как хотелось. Это внешние вещи. Это просто потом это все ушло. Но где-то вот в голове, что там случилось. То есть человек же пока растет, у него очень много разных влияний, да? А потом, когда начинает что-то получаться, ему хочется... Вот не получалось бы в спорте, тоже бы не хотелось. А тут начало тоже получаться. И все-таки сцена пересилила, да? Понятно. Несмотря на то, что детство у вас было, и прыжки в высоту, и бег, метание, и ядра. Вы говорите о сцене. Ведь пока учишься, это такой долгий путь. Там до сцены еще, знаете, вообще никто не думает о сцене, когда учится в музыкальной школе. Ты просто любишь музыку. И просто учишься укреплять свой характер. Путь-то очень долгий. До сцены доживают единицы. Вот до этого состояния, да? Поэтому там, видимо, срабатывает. Ведь никто не заставлял. А вот эта история про... Любимая, кстати, история моего мужа. Он говорит, я тебя полюбил после этой истории. Когда консерватории, я занимаюсь спортом, я же отлично всегда могла все нормативы сдавать. И что-то, посмотрев, как консерваторки ходят на физкультуру, зала нет, я перестала туда ходить. А когда пришла, наш педагог говорит, старченко, ты должна сдать все нормативы. Я говорю, да я сейчас быстро сбегаю, спрыгаю, значит, все сделала, в высоту, в длину, 500 метров пробежала. И последнее упражнение, не упражнение, а зачет, метание гранаты было. И я думаю, ну я-то, я вообще чемпион училища и по толканию ядра, и по прыжкам в высоту. И я эту гранату как кинула, и кинула ее за ограничительную стенку. И мне педагог говорит, старченко, доставай снаряд. Я говорю, я вам рекорд поставила консерватории. Она говорит, старченко, у нас эти снаряды с 47-го года никто никуда не забрасывал. Доставай снаряд. Я еще не могу понять все катастрофы. И говорю, Альтин Трофовна, вы должны гордиться, у вас 47-го года никто не ставил такой рекорд. Он говорит, мне это не важно, доставай снаряд. Когда я свою мужу еще, когда он был, не мужем, рассказывала, ему так понравилась эта фраза, поэтому до сих пор, когда мы иногда дома бываем, вечером он меня не видит, я вдруг слышу, он меня кричит, старченко, ну что он говорит, доставай снаряд. Кстати, вот хорошо, что затронули тему подросткового и переходного возраста. Это все ясно, что музыка, уроки на фортепиано, но когда происходит там 14-15 лет, это, ну, совершенно другие увлечения. Это с пацанами в беседке посидеть с гитарой. Нет, 14 лет ты поступаешь в музыкальное училище, и ты понимаешь, ты встал на профессиональный путь. То есть вы этого были лишены, или вас как-то правильно увели в другую сторону? Мне не хотелось, знаете, меня вообще никто никуда не уволил, мной никто не руководил это счастье. Я очень хорошо помню это ощущение, что родители много работали, потом папа ушел из семьи, мы жили только с мамой, и мама работала очень много. И я помню вот свои ощущения девочки в пятом классе, когда я приду из школы после второй смены, значит, в музыкальную школу я уже сходила, и мамы нет, она будет только в 10 вечера. И я думаю, я сейчас быстро успею сделать уборку в квартире, почистить ковер на улице снегом и приготовить маме ужин. Вот, то есть у меня было, мне никто не говорил, что надо делать. Мама, она очень мудро была, она вообще на меня не давила. Она не говорила, что я должна делать. И это был такой хороший урок, потому что, с одной стороны, мы, конечно, должны контролировать детей, потому что мы хотим, чтобы они чего-то достигли, и мы должны их научить трудиться, научить учиться. Это очень трудно. С другой стороны, нужно очень точно знать, когда наступает момент, когда ты должен его отпустить, и он должен чувствовать, что он сам живет. Потому что мы так часто подменяем их, что потом какая-то катастрофа происходит, и мы думаем, а что же не так? А ты слишком долго его держал, и слишком долго сжимал эту пружину, а потом она как это? Так что я думаю, что дело просто вот не в том, какая я хорошая или нехорошая. Вот я жила так, как мне нравилось. А нравилось мне читать, играть. Безумно не нравилось летние каникулы. Я их ненавидела. Я думала, как может три месяца ничего не делать? Это ужасно. Мне до сих пор, кажется, я не могу понять, как можно два месяца отдыхать. Поэтому вы сейчас летом не ходите принципиально в отпуск? Нет, я хожу. Но хожу ненадолго все-таки. Вот мне нравится, я думаю, это нравится любому творческому человеку. Я настораживаюсь, когда человек, который любит свою работу, говорит, что он отдыхает полтора месяца, и ему мало. Такого не может быть. А тем более в творческой профессии, да? Вот то, что касается творческих профессий, вы знаете, с теми людьми, которые уже сейчас, чьи именно на афишах. В детстве многие сталкивались с таким явлением, что родители пытались отговорить детей от этих профессий. Мол, зачем тебе эта творческая профессия, она тебя не прокормит? Пойди-ка лучше в адвоката или в стоматологии, или во врачебную какую-то практику. У вас такое было? Нет, нет. У меня вообще, к счастью, меня родители не очень-то трогали. Мне это очень нравится. Честно говоря, вот я тоже со своим сыном придерживаюсь такой же политики. Вот нехорошее слово, но я не вмешиваюсь вообще. Я считаю, что должно быть личное пространство, и к нему нужно относиться уважительно. И я единственное в свое время сказала, что как поставила, расставила вот эти вот точки, я сказала, что если надо будет по всем вопросам, ты можешь ко мне обращаться, я всегда пойму. Я всегда буду на твоей стороне. Кстати, а ваш сын какую профессию выбрал? Математик. Он математик. И он в свое время очень хорошо сказал, я его зауважала. Он тоже занимался музыкой, начинал заниматься музыкой. И играет на гитаре. Потом он очень хорошо сказал, «Мам, я буду слушателем. Ну что же будет, если все будут исполнителями? Я буду очень хорошим слушателем». Он очень талантливый слушатель. Вот мне просто... Я горжусь, какой он талантливый слушатель. Он хороший парень. И вот каким-то образом, я не знаю каким, ему нравится классическая музыка. Вот он может мне быстро написать по вайберу. Он говорит, «Танюш, а вот что сейчас у меня есть минутка послушать?» Я говорю, «Слушай, найди, послушай, Максим Венгеров играет концерт Сибелиуса. Ты получишь такое удовольствие, Венгеров шоумен». Я понимаю, что он слушает и пишет мне, «Ну это потрясающе! Это же лучше вообще любого эстрадного шоу». Я говорю, «Да, конечно». Потому что Венгеров, он именно шоумен в классике. В самом высоком смысле слова. А сын часто вас критикует или дает какие-то советы? Критикует, критикует. Да нет. Критикует, скажем так, в профессиональном плане, по-хорошему. Нет. Это он никогда, нет, этого он не может себе позволить. Он умный мальчик. Он умный мальчик. Он любит маму, и он ей восхищает. Он правильно воспитан. Он считает, что мама, вот она совершенно... Если я о себе что-то говорю, говорит, нет, нет, ты не права, нет. Это было все замечательно. Я правильно его воспитала. Татьяна, а вот в начале вашего пути, кто был поддержкой и опорой? Мама. Безусловно, безусловно, мама. Вот, а дальше, конечно, я часто об этом говорю, но это жизнь, это нормально. У меня не очень много было... У меня не было педагогов. Знаете, как говорят, я благодарна педагогу, потому что он поддержал, он сделал... У меня не было таких педагогов. У меня было все время чуть-чуть на сопротивлении. И потом я поняла, это тоже нормально, это тоже путь. Поэтому вот, когда ты встречаешь тех, кто тебя поддерживает, ты должен быть благодарен. И просто помнить о том, что это есть в твоей жизни. Но очень ошибочно. Вот детей так нельзя воспитывать. Нельзя воспитать ребенка так, чтобы он думал, что его будут все любить. И все будут понимать. Это очень ошибочный путь. Вот в меня всегда верила и любила мама. Папа вначале, он так очень скептически к этому относился. И в меня верит и очень любит и восхищается мной. Высоко восхищается. Мой муж. Я ему очень благодарна за это. Он вот тоже из тех людей, которые, конечно, я знаю. Я ему верю. Я верю, потому что... Муж тоже у вас связан с музыкой? Нет, муж у меня вообще не связан. Он был сценаристом. Он блистательный филолог. По образованию сейчас он уже ушел в бизнес. Но он просто такой образованный человек и так любящий и знающий искусство, что я иногда, сидя с ним, понимаю, что мне нужно как-то потянуться. Потому что он так глубоко всегда вникает в ту или иную проблему. Он так серьезно относится, что я думаю, что некоторые вопросы классической музыки современные он знает лучше меня. А вы не советуетесь в каких-то творческих вопросах? Я иногда советуюсь. Ну, творческие люди, они же такие вообще... Вот я сейчас сижу, такая хорошая, как мой муж говорит, когда слушает меня по разию иногда. Он говорит, что вот сейчас все слушают, думают, господи, журчит. Такая вот прям вот... Такая вот снегурочка, да? На самом деле только я знаю, как все на самом деле, да? Вот. Поэтому вообще нужно очень осторожно давать творческим людям советы. Любимая моя фраза, когда я спрошу, тогда, значит, мне и скажете. На что он говорит, ну нет, так, я не согласен. Поэтому... Но просто он, конечно, говорит очень разумные вещи. Просто я всегда стою на том, что их надо говорить вовремя. Когда вовремя говоришь совет, тогда его услышат. Сказать совет не вовремя, это все равно, что это все на ветер. Это абсолютно не будет действенно. Скажите, а какая музыка, вот волей-неволей, не только я, наверное, зрители заинтересовались. Какая же музыка звучит у вас дома? Да разная абсолютно. Вот я просто иногда стою, когда я устаю, очень сильно приду, а мой муж хочет послушать какую-то новую классическую запись. А я говорю, нет, вот это нет. И он говорит, вот я не могу послушать все, что я хочу. Ну потому что я была в этом звуковом пространстве. Но мы с наслаждением слушаем абсолютно разную музыку. И джаз, и блюз, и современную музыку. У меня есть проблема, я считаю, это моя проблема, это не проблема современных эстрадных музыкантов. Мы так много находимся в музыке, что просто иногда есть усталость. Иногда просто хочется тишины. Тишины, вот экология слуха это называется. И иногда абсолютно серьезно, вот муж говорит, слушай, давай пойдем на тот концерт или на тот. И я понимаю, что я не хочу идти в большой зал, где много народу и где громкая музыка. Мне это тяжело. Не потому что я не люблю громкую музыку, я устала от этого. Но когда приезжал Элджиро в Минск, конечно, мы пошли. Когда в свое время муж и сына меня уговорили поехать в Вильнюс на Стинга, я говорю, я не хочу, я не люблю. Я потом села и думаю, боже, чего я могла лишиться. Ведь мировая звезда, поэтому мировая звезда, что они просто экстра талантливые люди. И я была тогда сражена вот этим талантом Стинга. Вы знаете, Татьяна, вот люди искусства, они, я думаю, многие со мной согласятся, всегда окутаны таким вот неким ореолом. Крайне трудно представить человека искусства в бытовых условиях. Можно вот вам вопрос, скажем так, в лоб? Любой, конечно. А какой фронт работ на вас возлагается дома? Кем возлагается? Ну, как распределяются обязанности? Как не распределяются. Ну, я же сама хозяйка. Какой вес возьму, такой, значит, и беру вес. Хорошо. Что вы не позволите по дому делать мужу и сыну? Я не то, что не позволю. Я вообще такой приверженец все равно домостроя. Я считаю, что есть, несмотря на то, что я артистка и пианистка, есть женские обязанности. Мне не нравится, когда мои мужчины моют посуду. Мне не нравится это. Да, потому что они это делают не так. Мне не нравится, когда мои мужчины начинают как бы готовить. Они думают, что они готовят. Подождите, лучше кулинар мужчины, это доказано. Да, но это кулинары. Но мои близкие не кулинары, да? Почему, да? То есть они могут что-то делать. Но я к этому отношусь так, мне не нравится это все. Я вообще считаю, что в семье кто что может в данный момент сделать, тот и делает. И это нормально. И никто... Мне никогда не нравилось, знаете, были такие семьи, которые по субботам обязательно должны были делать генеральную уборку. Вместо того, чтобы ходить в театр, гулять, все. Вот к этому я отношусь достаточно спокойно. Я считаю, что, конечно, должна быть дома чистота. И каждый, если это вот такое содружество людей, при свободном времени будет что-то делать и чем-то заниматься. Но есть вещи, которые... Я не люблю, когда мужчины крутятся на кухне. Я этого не люблю. Ну, а хорошо, 8 марта. Это тот день, когда сами звезды велели мужчинам быть на кухне, а женщины, будьте добры, занимайтесь собой. Ну, я с удовольствием приму приглашение в ресторан. Если у меня нет концерта. Знаете, у меня, вот, например, зимой было так, что у меня концерт там 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря. И 31 декабря вечером ко мне приходят гости. То есть у меня должен быть накрыт стол. Вот с 30 на 31 декабря я узнаю, что я хочу там приготовить торт Прага. Вот есть какие-то вещи, которые я должна приготовить. И я все напрягусь и сделаю это все, и накрою стол. Потом, правда, я думаю, ну вот кому нужны эти мировые рекорды? Но вот сейчас-то я об этом вспоминаю с удовольствием. И мне это нравится, значит. Я могу где-то постанать и сказать мужу, Вот я выходила на сцену, а потом вот это делала, да? А на самом-то деле, ну это все, да, все минутно. А на самом деле это прекрасно, что вот ты это умеешь. А какое фирменное блюдо у вашей семьи? Ну, я бы даже не сказала. Вот фирменного блюда нет. Я очень люблю делать пироги и пирожки. Я люблю и умею это делать. И часто я об этом говорю. В доме должно пахнуть пирогами, это запах дома. Но при нынешней жизни, когда все считают калории, все боятся поправиться. Кстати, а вы считаете калории? Да я же здоровый психический человек. Что же я буду считать калории? Извините за выражение. Все-таки, мне кажется, лучшая диета – это хорошее настроение, любовь к людям, активная работа. Вот это и есть диета. Ну и, конечно, ходить пешком нужно все-таки. Это все-таки зависимость. Никуда от этого не деться. Наверное, наступают в жизни критические моменты, когда ты этим можешь заниматься. Но когда абсолютно нормальные люди на этом зацикливаются, это неправильно. Это неправильно. Мне очень нравится, когда приезжает мой сын, он очень любит пирожки с мясом. И как бы ни было, я знаю, что вот он приедет, а стоит большое блюдо с пирожками с мясом. Не с большим пирогом, а вот эти вот маленькие пирожки с мясом. Вот он смотрит и говорит, а еще есть? И я открываю и говорю, и еще есть. Это прекрасно. Ну, я понимаю, что это часто я уже это не буду делать. Но это и есть дом. Это и есть семья. Да, потому что если мы все будем только ходить в ресторан или как-то перебиваться какими-то полуфабрикатами. Фастфудом. Да. Ну, семья, у нее и так кризис в 21 веке у семьи. Я думаю, что кухня может держать семью все-таки. А какие еще могут быть секреты семейного счастья? Вот вы как женщина посоветовали бы что-то. Чувство юмора. Чувство юмора, конечно. Это просто, это спасение чувства юмора. Нельзя все время быть очень серьезным. Нужно иногда быть легким. Потом нам, женщинам, нужно воспитывать в себе привычку не обижаться. Есть у нас эта привычка, мы ее культивируем. Мы сначала обидимся, сами себе там, как в той сказке нарисуем, доведем до логического конца и обидимся до конца. У нас это есть. Это просто я и по себе за это думаю. Послушайте, но вы об этом говорите с определенной долей юмора и сарказма. Конечно, вот я и говорю, вот это юмор. Вот давайте на свои какие-то черты смотреть все-таки с юмора. К себе нужно относиться, каждому человеку в семье с самоиронией. Вот когда каждый относится с самоиронией, жить гораздо легче. Это просто другая жизнь наступает. Потому что если мы очень серьезные, помните, как замечательно сказано в пьесе Горина, тот самый Мюнхгаузен, улыбайтесь. Серьезные лица еще не признак ума. Именно с этим выражением лица делались сами большие глупости на свете. Скажите, а вы автомобиль водите? Вы знаете, я училась, да? Но как-то вот я так этим и не начала заниматься. Мне очень нравится, как спросили Вишневскую великую певицу. Вы водите? Она говорит, нет, я по сути русская барыня. Иван, запрягай. Я не русская барыня, конечно. Если вот так припрет, конечно, я сяду за руль. Но пока мне очень нравится вот эта вот свобода. При всем... С одной стороны говорят, как удобно, да. Но это зависимость. Я вижу, какая это зависимость вождения автомобиля, да. А я все время говорила своим... В свое время подругам, когда была помоложе, я говорила, боже мой, вы сидите за рулем. Вот я иду до филармонии в одну остановку. Со мной три раза познакомятся мужчины на улице. Я же прихожу в филармонию в замечательном настроении. А вы сидите за своим рулем, и все. И вы в замкнутом этом пространстве. Вот поэтому есть прелести и в жизни без автомобиля. А что может вас еще увлечь так же сильно, как и музыка? Увлечь, поменять профессию или просто увлечь? Увлечь, захватить. Захватить. Ну вот я говорю, театр. Это моя, конечно, страсть. Это моя любовь. Это вот ощущение другого мира. Я просто понимаю, он близок к музыке, но это абсолютно другой мир. Поэтому театр, конечно, я и люблю. И всегда на все премьеры хожу. И обожаю Купаловский театр. И обожаю премьеры. И горжусь этим театром, потому что вот сейчас этот театр стал просто таким абсолютно европейским театром в самом высоком смысле слова. Ваш коллектив, с которым вы работаете, будь то ваше трио, или тот коллектив, с которым вы пообещали у нас приехать. Музыканты шутят, да. Скажите, а есть ли вот, ну я, наверное, правильно назову, корпоративность отношений, может есть какие-то праздники, которые вы отмечаете? Да, конечно, да, конечно. Какие-то даты события. Мы единственное всегда переживаем, мы все в силу того, что все-таки это лучшие артисты государства. У всех и гастрольный график, и востребованность, слава богу. Поэтому бывают моменты, когда мы долго ищем конец сезона, мы хотим встретиться. И у нас уже сложилась такая традиция, у нас есть загородный дом, усадьба Сарнацкая, красивое название, такой деревянный дом, и мы там очень любим открывать сезон и закрывать. А Татьянин день? Татьянин день мы проводим на сцене. И всегда 25 января. И это были Татьяны на сцене, это я играю сольный. Этот день как-то у нас так проходит, мы празднуем со слушателями с нашими. А вот после 1 апреля мы всегда собираемся, потому что музыканты шутят. Это тот концерт, в котором, как правило, все, кто любимые артисты, все, кто в государстве, они все на сцене. И после этого концерта, мы раньше думали, вот мы после концерта как-то сядем или пойдем в ресторан, сил нет. Потому что 2,5 часа праздновать на сцене, отдавать, потом нет сил. Поэтому после этого концерта мы всегда встречаемся, и всегда нам хочется еще находиться в этом дивном состоянии. Ну и начало и открытие сезона, конечно. А потом, знаете, бывают, когда поездки на фестивале, этим коллективом это вообще счастье. Потому что после концерта фестивального мы можем все вместе собраться и продолжить вот это дивное ощущение счастья и полета, которое сейчас было на сцене. Этот успех, он дорогого стоит. Татьяна, мысли и мечты материальны. О чем мечтает Татьяна Старченко? — Материально? Вы знаете, честно говоря, у меня нет такого, что я о чем-то мечтаю. Вот я мечтаю. Нет. Я желаю всем близким, своим музыкантам и своим близким здоровья. Вот такого, чтобы человек ощущал вот эту радость жизни. А радость жизни, конечно, ощущаешь, когда ты здоров. И я это прекрасно понимаю. А вот так вот мечты, их не бывает. Бывают, рождаются идеи, которые реализуются. Чего попусту мечтать-то? Я же не Манилов. Лето в самом разгаре. И, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что лучшие вечера этого лета пройдут в Гомеле на сцене Белой гостиной. Татьяна, я думаю, что сейчас пришло самое время пригласить и тех людей, которые провели этот вечер вместе с нами на телеканале «Беларусь-4». И те, кто собирается на ваш концерт и увидят нас, приглашайте, пожалуйста. Приглашаю. Значит, осталось два замечательных летних теплых вечера. 19 июля. Я и мой любимый друг, флейтист Евгений Виданов, для вас будут играть самую прекрасную музыку. И 23 августа, как всегда, уже на исходе лета, я буду играть музыку Фредерико Шопена. Как я хорошо сказала. Вы знаете, огромное спасибо и большое счастье то, что вы нашли наконец-таки время и наша мечта сбылась. Вы пришли в студию программы «Добрый вечер Гомель», провели этот вечер вместе с нами. Без цветов я не могу вас отпустить. Эти прекрасные цветы вам для того... Мне было так хорошо. Время пролетело незаметно. Чтобы как можно больше в нашей жизни, в наших биографиях было таких вот добрых, душевных вечеров. Спасибо вам большое за этот визит. Спасибо. Друзья, завтра будет новый вечер и он будет обязательно добрым. Ищите нас в соцсетях, заходите на наш контакт и инстаграм, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и, конечно же, заходите на наш сайт tvrgomel.by. А на сегодня мы говорим вам до свидания, всего доброго, смотрите телеканал «Беларусь-4».